С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, во мрак и глубину. Козлу. Фридрик Ничи. А на этих кадрах вы видите, как взрослая, адекватного вида женщина берет и зачем-то запихивает котика в мусорный бак, после чего Женька покидает место преступления. Когда ее потом спросят, а нахрена ты так сделала, Мэри ответит, что это было секундное помешательство, ведь на нее это так не похоже. И действительно, совершенно обычная 45-летняя женщина, банковский служащий, ни за чем подобным ранее не замечалась. С котиком была в неплохих отношениях, навещая больного отца, она ежедневно ходила этой дорогой и часто останавливалась, чтобы погладить доверчивого пушистика. Втиралось в доверие, сучка. Но все обошлось. Котик выбрался целым и невредимым, хоть должно быть и не самым лгуханным. Но вот Мэри попала так попала. Общественность разразилась правильным гневом. А в комментариях к видео даже звучали призывы к ее физическому устранению. Но самое главное, такие комментарии не обязательно отражают тяжесть преступления. Но зато, как мы скоро выясним, говорят много интересного о самих комментаторах. И хоть кто бы написал, да ладно вам, отстаньте от тетки, все же обошлось. Ну, разве у вас у самих не бывает этих неприемлемых, даже чудовищных по социальным меркам побуждений? Разве вы не совершаете действий, за которые вам потом мучительно стыдно? И вся разница между вами и Мэри лишь в том, что ей повезло сделать это на камеру. Ты оборзел, псина? А, ладно, окей. Давайте тогда зайдем с другой стороны, через область, в которой дозволительно испытывать к негодяям сочувствие и даже симпатию. Так будет, пожалуй, безопаснее для нас всех. Искусство. В детстве ты должен быть фанателой безупречно положительных героев. Таких икон, как Супермен, Старлей Дукалис, Степашка. Но потом, ближе к подростковому возрасту, что-то переменилось, и тебе начали нравиться уже менее однозначные персонажи. Варежки потерялись. А когда ты их видел в последний раз? Когда-когда? Кажется, вчера, когда закладку искал. Объясняется это, ну, очень просто. Дело в том, что ты и есть отрицательный герой. Ты злодей. Может, конечно, не до мозга костей, но часть тебя, осознаешь ты это или нет, злодейская по определению. И сегодня ты с ней познакомишься. Правда, это тебе, скорее всего, вряд ли понравится. Хорошо прописанный сложный антагонист вызывает целую палитру эмоций. К нему невозможно относиться однозначно. И в некоторых случаях доминирующие ноты в букете вызываемых им чувств становится симпатия. Как правило, за спиной сложного злодея стоит трагическая история. Это был обычный человек, но его когда-то отвергли. Лишили того, что ему дорого. Причинили боль, которая отныне с ним на всю жизнь. Иногда в качестве символа этой боли антигерой носит на теле пожизненные отметины. Шрамы. Хочешь знать, откуда эти шрамы? И пытаясь вникнуть в его психологию и философию, мы волей-неволей начинаем сочувствовать этому персонажу. Но самое главное, с восхищением наблюдая, как он играюще переступает через социальные догмы, как проходится по кислым ханджеским физиономиям прилизанных героев, на короткое мгновение мы успеваем встретить себя настоящего. Краем глаза увидеть то, что отрезано от нашего сознательного восприятия. Увидеть свою тень. Это та самая злодейская часть в тебе, о которой я рассказывал. Злодейская, конечно, условно говоря, потому что вопрос, а что, собственно, понимается по злым и плохим, не имеет четкого, объективного ответа. Было время, когда, чтобы стать врагом общества и закончить на костре, все, что от себя требовалось, просто родиться женщиной с рыжими волосами плюс зелеными глазами. Или вот пример из эпохи наших бабушек и дедушек. Еще совсем недавно кекс вне брака был не то чтобы предусудительным, но мог стать позорным клеймом на всю жизнь для доверчивой девушки. А теперь вроде ничего, даже рекомендуют. А еще, сравнительно недавно, было нормально владеть людьми и вытворять со своей живой собственностью, что заблагорассудится. Этими примерами я хочу сказать одно. Что следует считать хорошим, а что плохим не начертан на небесах. Определяется культурно-общественной программой, которую человек впитывает в ранние годы через молоко матери и ремень отца. Какие-то вещи, признаваемые плохими, более безоговорочные и универсальные, вроде причинения страданий и лишения жизни. Какие-то более спорные и изменчивые. И мы с детства привыкаем, что есть плохое, неправильное поведение, а есть хорошее, за которое погладят по головке. Умница, хоть кто-то не спит на уроке. И когда малышом-то отвечал на вопрос «А кто я?», ты, конечно, выбирал ответ, наиболее удовлетворяющий ожиданиям старших. Так формировалось твое представление о себе самом. Твое эго. То, что по сей день ты называешь «Я». И вот ты становишься хорошим. Правильным, нормальным. Чтобы твое старшее окружение не понимало под хорошим и нормальным. Но есть проблема. Ты ведь совсем не обязательно обладаешь только общественно одобряемыми качествами. Верно? В старшие годы какой-нибудь Виталий может обнаружить, что он не белая и пушистая лапочка, как всем бы хотелось, но бывает агрессивен. А это качество, ох, как не поощрялось в его интеллигентской семье. Или Кристина вдруг заметит, что не такая скромная и тихая отличница, какой приняла на себя обязательство быть. И, повзрослев, неожиданно осознает, что не против побыть и плохой девочкой. И это ее пугает. Потому что расходится с устоявшимся безопасным представлением о себе, вскормленным пуританством родителей. И дальше происходит нечто, с чего начинаются все истории о суперзлодеях. Ты берешь некую часть себя, которая искренно, спонтанно, аутентично, и объявляешь ее вне закона. Отказываешь ей в существовании. Отвергаешь ее. Говоришь, что это не я. Это какая-то ошибка. Я вот хороший или хорошая. А это нечто, оно плохое, оно ужасное. Оно не может быть мной. Его нет во мне. Так рождается твоя тень. Понятие тени впервые вел швейцарский психиатр и педагог Карл Густав Юнг. Тень – это все те аспекты личности, которые вытесняются в бессознательное. Потому что наша сознательная часть, наше эго, не желает признавать их частью себя. Эго стыдится их, боится и делает вид, что их не существует. У каждого есть тень. Обратная сторона личности, о которой он предпочел бы не знать. Его доппельгангер – злобный двойник. Чёрный человек на кровать ко мне садится. Чёрный человек спать не даёт мне всё. Среди главных кандидатов на роль тени – все те качества, иметь которые считаются некрутом или даже грозит социальным астракизмом. Агрессивность, жестокость, зависть, жадность, феминность для мужчин, мускулиность для женщин. И чем меньше ты осознаёшь существование своей тени, тем чернее и разрушительнее она. Помимо общественно неугодных качеств и импульсов, кто ещё живёт в тени? Различные страхи, травматические воспоминания, традиционно табуированные в обществе темы, скажем, такие универсальные для всех тени, как секс, увечья, смерть. Звучит как крайне неудачное свидание. И в твоей внутренней тюрьме становится всё теснее и теснее. И настанет день, когда петли сорвёт, и весь ад выплеснется наружу. Да, подожди. А с чего ты взял, что эта тень вообще существует? Просто ты с такой уверенностью говоришь про то, что нельзя увидеть, потрогать, облизнуть, что я прям не знаю. Справедливый вопрос. Справедливый. Ничего не скажешь. И прежде чем мы попытаемся проникнуть в самые тёмные уголки твоего «я», следует и вправду эту тень как-то пощупать. Доказать её реальность. Всё-таки ответственность велика. Ведь видео собирается не просто дать тебе пищу для ума, а ни много ни мало познакомить тебя с тобой настоящим. А ещё познакомить тебя, возможно, с твоей будущей профессией. Если ты уже задумывался над тем, чтобы попробовать себя в IT-сфере, то как насчёт Data Scientist? Во-первых, специальность Data Science доступна всем. Не имеет значения ни образование, ни возраст. Во-вторых, спецы по Data Science нужны везде и всюду. Ведь Data Science – это всё, что связано с нейросетями, массивами данных и их обработкой. Те же нейросети сегодня умеют, например, следить, чтобы водитель не заснул за рулём, определять ковид по снимку лёгких и многое другое. И спрос определённо сказывается на щедрости предложения. Зарплата продвинутого спеца по Data Science стартует с 250 тысяч рублей. И если вы чувствуете, что в Data Science всё хорошо за одним минусом, там не хватает вас, в Skill Factory есть отличный курс Data Scientist. Конечно, Skill Factory не овладеет этой специальностью за вас, но они сделают всё, чтобы вы обучались комфортом, мотивацией и, самое главное, результатом. 80% обучения – это практика, практика и ещё раз практика. А как же ещё, если преподаватели – это сотрудники таких компаний, как Яндекс, НVIDIA, Юора. Курс очень удобно сочетать с работы или другой учёбой. Всегда есть возможность поставить его на паузу, замедлиться или ускориться. И ещё немаловажный момент – можно сэкономить 45% от стоимости курса по промокоду ЧД. Переходите по ссылке в описании и подключайтесь к Data Science. 45%? А скидка-то немаленькая. Так, стоп. Я кот. Я кот, а не маразматик. И я помню, что ты проигнорировал мой вопрос. Где ваши доказательства? Где ваши доказательства? Голос-то противный. Ладно. Подтверждение. Во-первых, для кого косвенно, для кого самое непробиваемое подтверждение существования тени, нет ни одного современного, показавшего свою эффективность направления в практической психологии, которая в той или иной форме не задействовала бы концепцию тени. Это вам и гештальтерапия, и наш любимый транзактный анализ, и экзистенциальная психотерапия. То есть специалисты-психологи, последователи этих направлений, действуют исходя из гипотезы, что тени, что-то сопоставимое с ней, существуют, и их действия приносят реальное облегчение пациентам. Во-вторых, и сейчас внимание будет интересно. Когнитивная психология экспериментально подтверждает существование тени. И делает это так наглядно и по-бытовому, что присутствие тени в нашей жизни перестает вызывать какие-либо сомнения, потому что феномен тени можно объяснить через такой широко распространенный эффект, как обесценивание невыбранной альтернативы. Каждый раз, когда ты делаешь выбор, например, из двух опций, наряду с выбором, ты автоматически еще делаешь и невыбор. Глупо полагать, что невыбор – это просто пассивное игнорирование второго варианта. Нет, это активная умственно-психическая деятельность. Любой невыбранный вариант зарождает в тебе чувство экзистенциальной вины за неиспользованную возможность, или страх, что принято ошибочное решение. С этими неприятными чувствами нужно что-то делать, и тогда наша психика прибегает к такому психологическому трюку, как к обесцениванию невыбранной альтернативы. Вот ты выбираешь между двумя почти одинаково приемлемыми для тебя вариантами, скажем, между профессией художника и юриста. Вероятность выбора какого-то из вариантов плавающая, но в среднем примерно 50 на 50. С одной стороны интересная творческая работа, а с другой проверенный маршрут по стопам родителей. Но чтобы облегчить процесс принятия решения, ты искусственно обесцениваешь невыбранную альтернативу. Делаешь вид, что соотношение предпочтительности вариантов было не 50 на 50, а 70 на 30, а то и 90 на 10. И все художники, нищие, потлаты, задохрики, а ты станешь крутым адвокатом в дорогом костюме, и отец будет тобой гордиться. Хватит нести ерунду, папа, почему юриспруденция? Профессия юриста позволяет проникнуть во всё на свете. Всего лишь одно решение. Но даже одно решение способно влиять на все твои дальнейшие выборы. Потому что девальвация невыбранной альтернативы приводит к искажению мышления. И из-за этого искажения ты больше никогда не увидишь мир таким, как раньше. Когда из двух приблизительно однохренственных опций А и Б ты почти произвольно выбираешь вариант А, вариант А получает высокий вес, окончательно становится хорошим и правильным, а вариант Б приобретает низкий вес, и теперь это нечто плохое. Отныне он не твой, бро. Казалось бы, всего лишь один полурандомный выбор, на что он может повлиять. Но вот ты снова попадаешь на развилку. Теперь ты мечешься между Б и В. Ещё неделька раньше, до первого выбора, ты, может быть, и остановился на Б. Но не сейчас. Теперь он заклемён как отвергнутый и плохой, поэтому ты, не задумываясь, хватаешься за опцию В, ещё сильнее утверждаясь в своей мнимой нелюбви к Б. В дальнейшем тебе могут попадаться варианты выбора родственной Б. Назовём их Б1, Б2, Б3 и так далее. Если вернуться, к примеру, с отказом от карьеры художника, это могут быть такие вещи, как поход на выставку, творческое хобби, время, посвящённое себе, всё так или иначе пересекающееся с непринятым решением стать художником. И вот эти Б1, Б2, Б3 будут иметь меньшую вероятность выбора, чем изначально, до того, как было принято первое решение, художник или юрист. Вы только задумайтесь, ребята, господа, товарищи, друзья. Всего лишь один выбор может задать направление всей дальнейшей жизни. А теперь, внимание, начинает сгущаться тень. Со временем отвергнутых вариантов под буквой Б становится ещё больше, и они объединяются в кластер невыбранных решений. И сделать выбор в пользу варианта, который содержится в кластере, практически невозможно. Его даже трудно рассматривать всерьёз, ведь весь твой предыдущий опыт, весь груз, принятый в прошлом решении, просто кричит о том, что это плохой вариант. Ну, очень плохой вариант. Даже если на деле он вполне себе ничего, и в этот раз мог бы тебя выручить. Но про такие вещи, даже толком не подумав, ты сходу говоришь. Сразу нет. Нет, и всё. И эта чёрная дыра продолжает разрастаться в сознании, всё сильнее искривляя твою картину реальности. Диктует тебе, что хорошо, а что плохо. Прислушиваться к желаниям внутреннего ребёнка плохо. Творческая работа плохо. Перечить старшим плохо. Собственно, это и есть твоя тень. Конгломерат отвергнутых альтернатив, подавленных импульсов и наклонностей, затоптанных качеств. Кладбище непрожитой жизни. Старик Юн говорил о том, что цель человека не в достижении совершенства, а в обретении целостности. И ключ к целостности именно в интегрировании изгнанных частей нашей психики, которые так долго подавлялись и отрицались обратно в структуру личности. Так почему же с тенью нужно помириться и признать её частью себя? На это есть пять причин. Так же как ни выбор не является пассивным игнорированием альтернативы, так и исключение какой-либо части нашей психики – это активный процесс, требующий постоянных затрат на поддержание статуса-кво. Мало просто однажды вытеснить тень во внутреннюю тюрьму. Нужно продолжать вытеснять и подавлять её на каждодневной основе, потому что тень, знаете ли, тоже не сидит сложа руки, а стремится выбраться из темницы, вернуться к естественному положению. Как согнутая ветка жаждет распрямиться, а упершееся в плотину река прорвать препятствия и воссоединиться с целым. С каждым днём, по мере того, как происходит накапливание невыбранных альтернатив, тень становится всё больше и тяжелее, и на её сдерживание расходуется всё больше энергии. Поэтому, пока ты носишь в себе тень, ты растрачиваешь сам того не подозревая океаны сил. Представляешь, каким энергетическим, творческим, личностным бустом может обернуться перераспределение этих ресурсов? Да ты, я не знаю, сможешь пролистать за вечер не какие-нибудь жалкие сто по сто в ленте, а триста, а то и все пятьсот. Человеческие возможности поистине безграничны. Тень содержит в себе не только однозначно плохие вещи. Тем более, как мы выяснили, плохое, злое – это изменчивый социальный конструкт. Но даже традиционно неприемлемые и подавляемые качества, вроде агрессивности, тоже не надо малевать одной краской. Та же самая агрессия – это многоуровневое, широкое явление. Да, в своих крайних выплесках она, безусловно, представляет угрозу другим существам. Но в прочих формах, более дозированных, это неотъемлемая часть здоровой личности, которую в погоне за целью захлёстывает спортивный азарт и соревновательный дух, которая может постоять за свою точку зрения, которая не стесняется обозначать свои границы и не позволит топтать свои интересы. А Кристина, открывая для себя свою сексуальность, не обязательно превращается в распутницу и прошмандовку на радость скамечных бабок. Но к ней просто возвращается чувственность, нежность, женственность. Вытесняя из себя подчистую какое-то качество, мы лишаем себя большущей и важной части психики. Это то же самое, как запретить себе пользоваться какой-то частью тела, потому что она, видите ли, плохая. Например, наступать на левую пятку. Представляете, как вам будет проще быстрее идти, если вы вернете себе доступ ко всем частям себя. Ну и вдобавок, во внутренней тюрьме могут чалиться не только однозначно плохие вещи, но вполне нейтральные и даже хорошие. Например, за решеткой частенько оказывается внутренний ребенок. По мере взросления окружающие все менее благосклонно относятся к твоим подушкам-пердушкам и презервативам с водой. И ты от греха подальше сбагриваешь внутреннего ребенка в теневую зону, вместе со всей его творческой энергией, умением радоваться мелочам и искренне любить. Но зато ты теперь серьезный дядька в серьезном костюме, которому не до глупостей. Но вот долго ли ты протянешь в таком режиме – это вопрос. Как бы внимательно твои внутренние стражники не охраняли внутреннюю тюрьму, тень все равно умудряется иногда сбегать. Выплескиваясь на поверхность неврозами типа приступов обсессивно-компульсивного расстройства или дистемии, перехватывая штурвал, когда ты под мухой, изможден или на нервах. И тогда ты можешь наговорить или даже наделать стыдные, некрасивые, жестокие вещи. Или устраивает самосаботаж. Вообще, интересная тема. Тот же самый внутренний ребенок, которого несказанно задолбали твоей переработки, в самый неподходящий момент на кондуне сдачи важного проекта, выскакивает как черт из табакерки и соблазняет тебя напиться или послать заказчиков в жопу или все это одновременно. Такие инциденты, после которых на следующий день ты жалобно бормочешь. Я был сам не свой. Да нет, дружище, это тоже был ты. Как бы тебе не противно это было признавать. И не забывай, что ресурсы твоей психики неисчерпаемы. Не неисчерпаемы, точнее. Для того, чтобы вечно сдерживать разрастающуюся тень. Рано или поздно плотину, конечно, прорвет. И снаружи эта внутренняя революция часто выглядит как кризис среднего возраста. Человек не чувствует себя удовлетворенным тем, чем он себе позволил быть теми выборами, которые он совершал. И тогда, наконец, он обращает внимание на шкатулочку с надписью «Непрожитая жизнь». Не открывать ни при каких условиях. В таких обстоятельствах воссоединение, примирение с тенью не происходит. Просто тень силой захватывает пульт управления. И человек совершает резкие, импульсивные поступки. Срывается на близких, бросает работу, уходит к любовнице. Эти выборы не делают его счастливее, а жизнь гармоничней. Пока тень остается непризнанной и действует наскоками, вороватой, из-под поля, она не несет конструктивных решений, не сходит из потребностей всей личности. Ее вмешательство стихийно и разрушительно, как и подобает злу. Интеграция тени дает шанс прожить непрожитые выборы, реализовать себя в ролях, которые были для тебя закрыты. К тому же, примирение с тенью нормализует отношения с окружающими. А каким образом, как, помирившись с собой, мы помиримся с другими, об этом мы узнаем, ответив на вопрос, как встретить свою тень. И прежде чем перейти к финальной части, к нашему грандиозному финалу, не побоюсь этого слова, я хотел бы ответить вот на такой часто поступающий мне вопрос. Как же поддержать канал ЧД в условиях отключенной монетизации? Да, тут гремит гром, как бы меня сейчас не разразил молнией. Вы можете стать нашими спонсорами, нашим спонсором на Boosty, если вы из России, или на Patreon, если вы собираетесь поддерживать из-за рубежа. Еще, ко всему прочему, это просто гениальный ход, если вам не хватает ЧД, если вам хотелось бы больше ЧД, потому что там, на этих площадках, я регулярно выкладываю... Ну, как регулярно? Короче, регулярно выкладываю выпуски своего подкаста. И мне самому очень нравится этот подкаст, особенно выпуск про буддистские куаны. Это мой любимый выпуск, очень рекомендую послушать. Ссылки на Boosty и Patreon я оставлю в описании к этому видео. А еще я там оставлю ссылочку на наш Telegram-канал, куда я тоже стараюсь часто писать, выкладывать всякие там голосовые сообщения, кругляшки и все в этом духе. А еще, ко всему прочему, там, в Telegram-канале... Там, в Telegram-канале, будет собрана вся музыка из этого выпуска. Так что, милости прошу, заходите. На самом деле, принятие факта, что у тебя есть тень, это уже половина успеха. Потому что, как ты понимаешь, люди неохотно верят, что в них прячутся качества и побуждения, которые подрывают их заботливо выстроенный благостный образ себя. И, скорее всего, твоя первая реакция — это... Ну да, гладко, конечно, стелешь, но я что-то за собой не припомню никаких теней. Это, наверное, для тех, у кого бед с башкой. Я свои недостатки и так знаю. Но не иметь тень — это, извините меня, просто... Неприлично. Просто физически невозможно. Это тупо вытекает из соотношения обозначения к обозначаемому. Как соотношение портрета к человеку. Ведь даже самый супер-пупер реалистичный портрет и на одну миллионную не передает всех бесчисленных грани личности. Особенно если художник, так скажем, несколько предвзят. Но если ты допускаешь, что есть вещи, возможно, темные, гадкие, которые ты не желаешь признавать о себе, но которые постоянно сопровождают тебя, куда бы ты ни шел, потому что они — это часть тебя, то тогда ты готов встретиться лицом к лицу со своей тенью. Присмотрись к окружающим. Прислушайся к себе. Какие качества в других тебя выводят из равновесия. Не просто не нравятся, а действуют на тебя, как красная тряпка на быка. Или портят настроение на целый день. Например, раздолбайство, неопрятность, выпендрежность. Поставь сейчас видео на паузу. И прежде чем узнать, к чему я веду, напиши, что именно. Я пока тут подожду. Все, написал. Поздравляю. Мы, кажется, нашли твою тень. Мы ненавидим в других то, что чуем в себе. И эта ненависть как раз прутья решетки, за которой сидит тень. В психологии это называется проекцией. Один из методов психологической защиты. Если в тебе есть качества, которые ты отказываешься признавать, скажем, некоторую деспотичность характера, любое столкновение с проявлениями властности в других, даже если они по большей части мнимы и надуманы, будут триггерить тебя на несоразмерно острую эмоциональную реакцию. Объясняется это очень просто. Во-первых, сильная эмоциональная реакция всегда свидетельствует о том, что ты столкнулся с личной историей, а иначе сфига ли тебя так принимает ситуация, не имеющая к тебе никакого отношения. Во-вторых, твоя психика годами занималась тем, что воевала с ластолюбием внутри тебя. И вот теперь ты сталкиваешься с этим качеством, но только во внешнем мире. Неудивительно, что срабатывает тот же механизм отторжения, что срабатывал все это долгое время. Ежедневно, без перерывов на обед. К знакомому отторжению может примешиваться и зависть, усиливая негативную реакцию. Скажем, ты весь из себя такая пчелка-трудяга с напрочь отбитой способностью отдыхать. Таких людей часто можно встретить среди учителей и мелких начальников. И тебя просто бесит чье-то безделье. А почему ему можно отдыхать, а мне нельзя? Почему я себе не позволяю расслабиться, а он прохлаждается? А почему он, а не я? И теперь, когда два главных шага сделаны, ты признал, что реально ты можешь быть не таким лапочкой, как в своем представлении. И у тебя есть качество, подозреваемое на роль тени, и я могу оставить вас. Тебя и твою тень. Потому что вам есть о чем поговорить и в чем разобраться. Подумай, а так ли плоха твоя тень? А может быть, тебе есть чему у нее научиться? Как она может стать твоим союзником? Помнишь, агрессивность может быть решительностью, податливость, нежностью, высокомерие, уверенностью. Главное, осознав тень, не относиться к ней как к врагу или бесправному изгою. Правила взаимодействия такие же, как и с кем угодно, с кем ты хотел бы поладить. В чем-то иди навстречу, в чем-то не соглашайся. Тень становится опасной только когда ее отвергают и не хотят слышать. Интеграция тени – это не о войне с тьмой, но об объединении света и тьмы. Ради чего, ты спросишь? Ради тебя. А еще ради других. Если бы это было так просто, что где-то есть черные люди, злокозьно творящие черные дела. И надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца? Посмотрите, какие редкие фото. Какие красивые и счастливые люди. Это экипаж самолета Нола Гэй, названный так в честь матери пилота. Как трогательно. Который с 6 августа 1945 года принесет на своих крыльях и сбросит смерть на японский город Хиросима. А вот за год до этого сотрудники концлагеря с Венцем на отдыхе. Когда обращаешься к страшным событиям, которые даже не успели толком стать историей, всегда велик соблазн отмахнуться. Мол, эти вещи совершают какие-то неправильные люди с другой черной-черной планеты. Помните, как в страшилке? Где-то там, в черном-черном городе, в черном-черном доме, с черным-черным сердцем. А правда в том, что они такие же, как и ты. В тебе может таиться жестокость, мелочная мстительность, подлость. В тебе может обитать самое настоящее чудовище. И по-настоящему оно опасно до тех пор, пока ты изо всех сил притворяешься, что его нет. Что твое сердце прозрачно и чисто. И ты ни за что на свете не способен причинить другому живому существу страдания. Недаром самые подлые гадкие вещи на Земле, как мне кажется, совершали люди непоколебимо уверенные в своей непогрешимости. Пока ты отказываешь этим страшным, мрачным, но таким человеческим частям тебя в существовании, ты предоставляешь их самим себе. И они, дикие, непредсказуемые, выжидают удобный момент в тени твоего Я, ослепленного своим светом. И лишь приняв эту тьму как свою собственную, только взглянув своему внутреннему демону в глаза и исследовав бездны, в которые ты способен сорваться, ты получаешь шанс приручить свою тень. И в ключевой момент не заступать на пост в концлагере, не сбрасывать бомбу на спящий городок, не поддерживать насилие, в какой бы блестящей обертке вам не пытались его продать, не участвовать в интернет-травле, не затыкать котика в мусорный бак, не нужно пренебрегать этим шансом, не нужно делать вид, что зло это где-то там, снаружи, нереальное, как эхо далекой грозы. Нет, оно ближе, чем ты можешь себе представить. И если прислушаться к своему сердцу... Вы слышите? То можно уловить, как в самой глубине, в его чёрных-чёрных недрах твоя тень. Блуждают чёрными-чёрными коридорами, поднимаются по чёрной-чёрной лестнице, подходит к чёрной-чёрной двери... Субтитры создавал DimaTorzok ... 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